В надежде, что они что-то покажут нам на карте ГАЗа. Надежда, да, это то, что умирает последним, и мы ждем, ребята. То, что смогут все-таки оправдать надежды своих болельщиков, ребята с командой Фурия. Заруба пошла у нас на центре по ножовщине, пока все неплохо для команды Hellraiser, так это и заканчивается. И они, скорее всего, будут начинать у нас сегодня в защите эту вторую карту. Напоминаем, что уже первую сыграли, это была Инферно, и мы зафиксировали победу восставших из Ада со счетом 16-12. Да, действительно, непростая карта выдалась для Hellraiser. В какой-то момент, ну, должны были HR закончить это все гораздо раньше. Но вот тот самый мистический раунд, который мы пропустили в ситуации 5 в 2 за 15 секунд до конца, они умудрились проиграть, после чего все же Фурия заставила. Тебе нужно было в перерыве написать Амирану, а что вообще там произошло, как они у вас взяли этот раунд. У нас уже в аналитике ребята тоже обсуждали, но там и перетянуться некуда было, и в целом развалить соперников слишком сложно. Ладно, другая история, другая карта. Это уже третий пистолетный раунд между этими командами. Защита от команды Hellraiser с Фурия атакует и намерена это сделать по направлению точки А. Кстати, по пистолеткам пока что счет 2-0 в пользу бразильцев, и HR в этом плане надо исправляться. Если на своей карте проиграли 2 пистолетных, но при этом выиграли Inferno, то вот на карте соперника все может обернуться совсем по-другому. Здесь могут наказать, согласен с тобой. Нагнетается уже ситуация, затишье перед бурей. Кстати, там на центр уже выходит подсадка, и Хайвей нужно подключать. Там Хоббит будет перетягиваться, смоком закрывает его игроки атаки. Вот он, Винни, врывается. В итоге Иса спасает своего слепого тиммейта. И дальше идет Иса, еще и по хатшоту по Юри Хоббе. Отключается минус Арт. 2 на 3 ситуация Ангела только что потеряли. Ксеррата включается. Бомба не поставлена до сих пор. Ну, кстати, есть информация по Эйбу. Четко Ашеры понимают, где он находится. Но вот по стрельбе Блага Воксик своевременно приходит в спину и забирает бразильского игрока. Ксеррата последний. 1 в 3. 33% здоровья. Юши тактика, но даже бомбу Ашеры не дали поставить. Ну, начал уже просто так быстро тапать в надежде на то, что там соперники выйдут по одному и поставят хэдшоты у нас Сиррата. Но не получается. 1-0. В пользу восставших из ада защита выстроила только что на точке А. Хотя были некоторые интересные моменты. Там тот же Слепой, кто-то был на планете Иса, спас своего тиммейта. Потом Хоббит, который в спину не убивает противника в коннекторе, тоже там зашли. В итоге помогли. Ну и Фурия за счет этого не смогла ничего поделать. У нас только пистолета на руках. Флешка будет от Сиррата. Врыв на точку Б. И там будет три игрока Hellraiser. И через вентиле там уже готов спускаться Хоббит. У него MP5. Ну, стоит отметить, что только Глаки в руках бразильцев поданную флешку. Постараются вскрыть оборону базы Б. Ну, давайте смотреть. Закрыто. Да, тут скорее всего закрыто. Пока что без шансов. Но минус должны сделать бразильцы. Возможно, будет и второй. Нет. Нет, там еще и Хоббит дорабатывает по Юрии. В итоге Дэдфокса потеряли, но тот два своих минуса в этом моменте дал. Смотрим третий раунд. И напоминает, а вторая карта четверть финала. We play luck and load. И в роли догоняющая команда Фурия не только на этой карте, да и вообще по системе Best of 3. И сейчас они должны закупиться. Ну, закупочка должна быть практически оптимальной. Однозначно мы не увидим снайперской винтовки. А вот Сиг в руках Винни уже появляется. Точнее, СГЭшка. Да, вот было бы неплохо подсадиться, пока от этого отказывается атака. Посмотрите, какой быстрый выход сейчас будет через мейн. Там ХАЕ была от ГИСы. Счет противника. В итоге Серата его забирает. Пять на четыре. И можно отойти, к Серата красный остается. Там еще молотов горит. Арт ждет флажку. На девятке замечает еще одного. Это был Хоббит. На точке Ангел пытается тоже оставиться за этим смоком. Одного забирает флажка. Какая полетела? Слепой. В итоге Кирилл умирает от арта. Точка А занята. Ну, по-хорошему надо сохранять оружие. Дэдфокс и Воксик. Понимая сложность данной ситуации. Ну, было бы неплохо еще сделать парочку минусов. О выбивании плента и взятии раунда для команды Хеврайзерс, конечно же, речи не идет. Ну, вот на то, что бразильцы могут ошибаться, рассчитывать, наверное, все же стоит. Ну, да. Ну, тут, видишь, на чек играет очень аккуратно один игрок за квадом. Вот заняли только что очень хорошо, ребята, действительно, эту позицию. Учитывая то, как двигался к Серата. Там первая дуэль против Иссы. Потом после этого можно было отойти. Молотов переждали. Вышли еще одной войной. Забрали девятку. Ну, и, по сути, Ангелу нужно было сотворить чудо, чтобы его соперники не дошли до установки этой бомбы и чтобы тиммейты успели перетянуться. В итоге до этого все-таки дело не дошло. На самом деле, Ашеры пытались разыграть какую-то агрессию. Мейн, потому что не было контрящего смачка, который обычно залетает туда. И, собственно, это позволило выиграть первую перестрелку к Серата. Да, на ровном месте только что подрывается игрок атаки. Хотя, ну, имел абсолютно все шансы отойти очень далеко. Коэффициентно от нашего партнера букмекерская компания ES.bet на ваших экранах. И, ну, здесь уже все ровненько. Особенно, если вспоминать цифры, которые выводились нам на экраны еще на карте De Inferno в начале. Ну, знаешь, карта соперника. И все же букмекер дает немного больше на бразильцев из Фурии Спортс. Итак, по-прежнему с деньгами все в порядке у Хэврейзерса. Два Ауга, две Эмочки и один Фомас. По раскидке также все хорошо. Подсадка. Оп, да, сработало. Найс. Серата падает и Ангелы Бэй выйти. Отсюда, ну, обычно еще Молотом летит, но дело в том, что куда там, куда полетит все. Учитывая то, что большинство игроков Фурии уже пали. Хотя Эйбл отвечает. Два в итоге, да, ситуация. Тут может Эйбл выйти очень легко на точку Б. Бомбу забирает у нас Юрий, но его может подрезать Хоббит. Ну, кстати, Хоббит отправляется в винты, и это, наверное, проблема. А вот пропустит ли он бомбу на базу Б, сейчас мы узнаем. Тут еще, кстати, Иса должен тоже аккуратно играть Хоббит. Как так получается, в итоге он там чуть ли не умирает. 12 хп у него остается. Он вынужден обратно отходить на пристройку к центру. На секундочку, это два в четыре раунда, которые аж Ры проиграли. Да, в этом раунде уже, ребята, все, можно идти на сейв. Кстати, вот знаешь, не забываем то, что это та самая по-прежнему классическая команда Хэлл Рейзерс, которая умеет проигрывать то, что проигрывать, в принципе, невозможно. Ну, да, особенно вот в этом раунде. Ну, не то чтобы невозможно, но вот слишком ребята пошли на эти перестрелки, открывались и давали шансы противнику. Этими шансами Фурия воспользовалась. Отличный выход на 2-2 счет и при этом минус экономика Хэлл Рейзерс. Только Хоббит будет с Калашом. Саш, давай, наверное, брать в пример вот тот раунд, который Ашеры проиграли на карте Инферно. Что-то невероятное. Даже интернет отказался демонстрировать нам все происходящее. Сервер просто упал после этого раунда. Не знаю, нужно было перезагрузить его полностью, потому что слишком много было трэша, возможно, в этом раунде. В какой-то момент Гейб Ньюбл сказал, да ладно, как это может быть 2-5, и вы проигрываете раунд за 15 секунд до конца. Да, это не тот сценарий, да. Это совсем другая страница. Пятый раунд сейчас будет, и каково решение от Хоббита, как сыграть вообще с этим Калашом, докупать ли себе армор. Кстати, непонятно, сколько там армора. Было бы 100, например, то он бы мог 300 долларов потратить, чтобы обновиться на каску. Но, видимо, там была все же проблема. Он там перестреливался с противником, и у него было 12 хп. Арт на подсадке уже будет действовать на центре. Уклон команды Хэлл Рейзерс на точку Б. Кстати, заметь, как быстро действует Фурия в этом раунде. Через подсадку Арт уже выходит на центр. Там на выходе с мейна находится один игрок, второй двигается в направлении двери. И с большой вероятностью через секунд 10-15 бразильцы будут скрывать оборону Ап-Ванта. Ну, тут уже защита тоже перетягивается. Посмотри, они прочекали Бэл Лобби. Там остается только один Воксик, а все остальные уже в коннекторе. Арт может принимать оппонентов. Это плюс к статистике должен залетать капитан. Вот там на машине тоже выходит масса игроков команды Калр Рейзерс. И вот он Арт. Включается, одного забирает Хоббит на размене. Но вот как ему дальше идти? Непонятно, флешка полетела. Юрий не слепой. Хоббит второй минус оформляет. Но дальше размен от Юриха и все спокойно. Итса один против троих. Даст бомбу поставить бразильцам и постарается при этом сохранить АК-47. Ведь этот девайс Шерам пригодится в следующем раунде. Ему пригодится, учитывая, что он самый, скажем так, бедный игрок в команде Хелл Рейзерс. У него 1900. Ну, там Ангел тоже имеет некоторые проблемы. В итоге классный хэдшот по Юри. Тот пустился уже на охоту, но остальные остались на точке А на этой бомбе в Вине и Ксерата. Ну, тут они могут встретиться с Иса, если пойдут дальше на точку Б. Но нет, все-таки своя экономика важнее. Особенно, если мы смотрим на Вине, у которого 650 долларов. Да, действительно понимает это бразильцы. В первую очередь ставит приоритет на сохранение своего оружия. Итак, это 3-2. Фурия Спортса вырывается вперед. Ну, а вот теперь Ашера уже в качестве команды, которая будет догонять. Вообще, ребята, обращайте внимание на экономику команды Фурия. Там все настолько жестко. Учитывая то, что у них начало не самое лучшее. Вот они были в роли догоняющих. И сейчас уже они будут диктовать условия. И довольно длительный период времени готовы это делать. Потому что там у Ксерата, например, того же 6000. И остальные там имеют закупку на следующий раунд. Ну, кое-какую. И здесь Hellraiser было бы неплохо вернуться обратно на временную ничью. Снайперская винтовка у Воксика. Два Ауга. Есть в наличии калаш от ИСы и М4А4Д. От Фокса будет подсадка за смоком. Арт замечает Хоббита, забирает его в коннекторе. Класс. Да, шикарное начало от бразильцев. Не побоялись выйти в дым. Потушили, точнее, в коктейль Молотова. Потушили его смоком. И после этого Арт находит первый минус. Кстати, это тот самый снайпер, которому у нас огромное количество вопросов. Но не в этом раунде. Хотя он еще не закончился. 4 в 5 Ангел на фонаре. Он просматривает выходы через мейн. А там, кстати, бомба подходит под скрип. И такое ощущение, что будет какая-то фейковая закидка на точке B с выходом пакета на совсем другую базу. И тут интересно, как будет перетягиваться команда Hellraiser. И как сыграет это звено под B. Я имею в виду Винни вместе с Эйбл Джей. Какой-то фейк, да, планируется у нас? Да, да, да. Но тут Ангел под собой сейчас будет просто принимать оппонента. Тут некого с мейна ждать, и это проблема. Ну, по-хорошему, Кирилл Карасев до последнего должен оставаться на подсадке. Если он будет двигаться... Это странно, на самом деле. То есть бомба решила перейти вообще под мейн. Такое ощущение, что хотят они использовать именно эту точку. 40 секунд, а Ангел все это дело слышал. Ну, минимум двоих. Он должен был там слышать, и Ксерата остался на скрипе. Тут уже перетяжка полная. Привет, Кирилл приземлился прямо на прицел к Серата. В итоге 3 в 5, и это действительно хороший шанс для Фурии Спортс забрать очередной раунд в атаке. Да, тут еще ИСу ловят на хайвее. Эйбл Джей закрывает еще и коннектор за собой. Арт, отличная работа дальше с АВП. Дэдфокс погибает. И только один снайпер команды восставших из ада. Остался он на коннекторе, его вынуждены будут закрывать. Они должны уже дойти до этого хедшота. Это, ну, первее всех оказался Юрий. Двойной перевес по очкам сейчас у Фурии. Хеллрейзерс имели абсолютно всю информацию. Ну, как всю? Ну, где-то на 80%. Я думаю, они были уверены в том, что это будет выход на точку А. Ангел тут ошибся. Когда такие подарочки приземляются тебе на прицел, ты безумно этому рад. Ну, провальный раунд в исполнении Хеллрейзерса. Вот с самого начала что-то пошло не так. Первый минус от Арта. А уже в меньшинстве Ашеры не сумели совладать с нервами и устоять перед очередной атакой Фурии Спорт. Ну, это подсадка. На центр Арт уже под белым. Сейчас будет, замечает одного второго. Но второй все-таки отрабатывает лучше, чем первый. Это Иса с деглом, но сам просел до 37 хп. Центр пока что подконтролен ему. Но дело в том, что это преимущество для команды Фурия. После первых рыбок там все поджигается уже на точке. Аксирата готов работать с АВП дальше. Тут Иса подходит под погрузчик. Замечает Юрия, это было опасно. Но до попадания в голову еще дело не дошло. Воксик в спине. О, затопил. Последним патроном забрал. Это красиво. Плюс АК-47 для игроков Хеллрейзерс. Но вот успеет ли Турк стянуться на помощь тиммейтам, вот в чем вопрос. Ну, тут еще как сыграет Ангел вместе с Исой тоже интересно. Подсадка будет на красный контейнер. Юрия Шашауда уже раскидывает свой смок на Хайвей. Но тут готовы оба игрока защиты играть дальше. Там флажка какая-то полетит. Да, замечает Юрия. Тут уходит обратно к этой позиции. Отворачивается вообще. Не хочет дальше принимать никаких дуэлей. Винни еще не вышел со скрипа. Должна быть перетяжка от Воксика. Воксик не пошел в спину в итоге. Он будет идти через Хайвей, потому что в спине он читается. Флажка еще одна полетела. 38 секунд до конца. Иса на НБК. Его замечают. И надо убить одного выходящего через скрип. Да, Иса дальше включается против Юрия. Последний к Сиратасу АВП. Он промахивается. И тут уже дело техники доработать по оппоненту. Этим занимался Ангел. 3-4. Такой раунд только что проигрывает команда Фурия. Это было 3-5, да, по-моему? Или 3-4? Да. Ну тут неважно. То есть у тебя 4-3 изначально была ситуация. Да, после разменов. То есть Воксик, который поджимается на точке B в ангар. Забирает там себе калаш. В общем-то непонятно, почему контроля никакого не было вообще по этой позиции. Почему игрок смотрел на центр. Так, вот первый. Вот. И вот он второй фраг. И здесь, конечно, не совладал Эйбл Джей. Не самая лучшая позиция. В итоге такая ситуация горячая получилась на базе А. И потушился там и Ангел, и Иса, которые сделали по очень важному фрагу. Ну вот, вспоминая карту Инферно, именно с форсированные закупки, которые забрали Ашеры, начался камбэк этого коллектива. Возможно, на карте кэш произойдет что-то подобное. Действительно важный для себя раунд. Забирают Ашерчики, будучи с пистолетами в руках. Остановили, наконец-то, атаку Фурии Спортс. И теперь должны почувствовать себя более комфортно. Я надеюсь. Да. В микромоментах видно, что Hellraiser индивидуально сильны. Вот чем отдельно тоже какие-то взятые игроки команды Фурии Спортс. Винни. Попытка пострела белого ящика. Дэдфокс уже заходит в вентили. Кстати, пока что у нас посадка не планируется. Выходы под Б тоже подконтрольные. Как я уже говорил, венгур на страже этой базы. Арт отлетает. Не было размена. Эйбл Джелл только что сейчас проходит. Там, кстати, Фоксик получает пострелы через Смог. 15 хп остается у снайпера команды восставших из ада. И было бы неплохо вообще отойти на дистанцию. Особенно, если у тебя там есть Дэдфокс, который действует под Смог. Очень коварная позиция. Нет, решил все-таки отойти обратно. Смог закрывался. Когда твой снайпер остается красный, агрессивная позиция далеко не лучшее решение. И вот осознав, наверное, этот момент, Дэдфокс отходит на голову и постарается с этой позиции принимать выход на базу Б. Кстати, именно туда направляется атака Фурии Спорт. Вообще интересно то, что Фоксик тоже отошел. Это уклон на базу А вообще у защиты. Готовится раскидка через окно. Да, Молотов уже полетел на плент за аквайд. Дэдфокс пока что за дефолтом будет принимать еще один Молотов. Его вынуждает выйти. Там флешка полетела или нет. Да, он от него забирает к Сирата. Он успел забирать к Сирата. Но сгорел в итоге от Эйбла. 3 на 4. Это будет ретейки. Один игрок будет заходить в спину. Это Ангел. С красным ОВП будет сложно. Не до конца понятное пытается сделать Винни. То ли заходил в дым, то ли проходил на бомбу. Скорее всего это второй вариант. Юрий в дыму находит Хоббита. Вот это хэдшот. Досправился Хоббит на самом деле. Подвел немного свою команду. Но вот от Ангела многое зависит в этом моменте. Нужно забрать Эйбла, который тоже не открывается. В итоге Иса сквада запирает Винни. Эйбл падает от Карасева. И Иса закрывает дальше Юрий. Но тут вновь по одному сыграла команда Фурия. Пост план ситуацию. Браво Иорданис. Действительно остановил агрессию со стороны Фурии Спортс. Он пресек вот эти выпады АК 47-х и закрыл выбивание. По сути, Ашеры нам не показали что-то невероятное на этом ретейке. Они просто убили бразильцев, которые пытались открываться. Итак, это 4-4. И Ашеры, сравняя счет, попытаются уже в этом раунде уронить экономику Фурии Спортс. Да, это была стрельба Иса. Зубодробящая на ваших экранах. Вот как жестко по первому. Потом второго тоже прочитал выходящего бойца. На размен 9-й раунд. Это снайперская винтовка от Арта. Тоже интересно, как он будет играть. Но в следующем раунде тоже будет АК 47 на руках, если что. И Галил от Винни. Все остальные с пустынными рлами. Арт пытался поймать соперника на точке. Ибо там агрессивный смог. И у нас, видимо, будет подсадка против вентилей. Где очень часто защита любит появляться. Ой, и там был смог тоже. Да, все пока что под контролем. Скажем так, Ашеры ходят по тонкому льду. Ну и еще одна такая ошибка. И это будет энтрифраг для команды Фурии и Спорт. Ну, открывается скрип. Там держит точку А в напряжении к Серата. Ну и Арт все-таки убивает Воксика. Ты знаешь, вот эта позиция. Воксик. Дело в том, что он очень любит этот бортик. Он очень часто выходит, тушит молотов от атаки. И играет как раз-таки там с АВП. И видно, что Фурия посмотрела и демки. И, в принципе, знает, как Воксик играет индивидуально. Какие позиции он будет занимать? Ну, знали, как контрить снайпер команды Хаурейзерса. И действительно, Воксик в поисках фрага нарвался на контролющего Арта. Дэдфокс откидывает молотов. 50 секунд на таймере. А тем временем Фурия врывается на центр. Это будут вентили плюс выход через Б-лобби. Где и все это время находился товарищ Юрий. Дэдфокс нельзя сплоховать. Ни в коем случае Хоббит помогает на просвете. Тут должен играть тоже. Будет ли смог, он должен там залететь. Нет, там только флешки остались в итоге. Флешка должна лететь, однако как минимум в итоге Дэдфокса забирает. И по Хоббиту была получена информация. Но тут еще Иса на девятку уже успел пройти. На хэтшот проходят у нас игроки команды Фурия. И это спрей от этого, от второго. И все-таки минус Эйбл, Джей, Артек, Сирата. Пятый раунд для восставших из ада. Вот знаешь, подобрали бразильцы вторую снайперскую винтовку. Но то, как ей распорядились, это было... Ну, на хэтшот ты не идешь с снайперской винтовкой, на самом деле. А там было сразу две. Ну, опять-таки же, апортинг в АЗБ это не самое сильное звено у команды Хеврейзерса. И Дэдфокс в этом моменте, опять-таки же, отыграл далеко не лучшим образом. Он даже минуса не сделал. Но все же Ашерам удалось удержать этот раунд. 5-4, они впереди. И очередная попытка от Фурия Спортс зацепиться за раунд в атаке. Да, автоматы на руках у террористов. Есть раскидки. И это будет выход на точку. Ну, хочется в это верить. Кстати, посмотри, как выглядит линейно оборона команды Хеврейзерс. Они стали акцентировать свое внимание на каком-то из плентов, а просто дефолтно стоят и готовы принимать любые атаки. Да, за центр отвечает только один Хоббит. Там уже подсадка Ангела. Выход Юри зафиксирован. Ангел справляется с одним. А Артуджо разменивается. 4-4. За квадом там найти еще одного было бы неплохо. Флешка. Классно залетает на девятку. Выходит у нас один игрок защиты, но Ксерата вроде как контролит ее. Да, Хоббиту нельзя двигаться дальше. А тут Молото будет за погрузчик. Вот как только Хоббит вылезет, это будет хедшот. Так и происходит. Ксерата делает минус. Это большинство для Фурия Спортс. Что же дальше? Да, там АВП уже совершила перетяжку на машину. Выхода-то нет еще. В пленте как-то нужно кого-то забирать. Вокси, какие движения. Как же круто. Паркур. Ксерата падает. Артуджо Эйбл. Винни. Все попали под спрей Иса и Дэдфокса. Какой класс. Вот показалось, что все было предусмотрено у Фурии. Вот позиция Ксерата на выпад от Хоббита. Все четко. Сделав этот минус, вы раздобыли большинство. После этого у вас минута времени. И вы понимаете, что вы слишком долго выходили на плент. И с большой вероятностью все игроки Ховрайзерс находятся на позициях Аплента. Ну да, есть такой момент, что стоит, наверное, еще как-то отойти. Даже когда у вас есть преимущество по живой силе, то лучше разыграть его на другой позиции. Особенно, когда соперники так вот перетягивались. Вот он, Воксик. Что я говорил вам, что тушится Молотов, и он тут же готов выбивать Токсик. Но дело в том, что в этом случае он встретит только пистолет, если кто-то пойдет вообще на эту позицию. А мы-то видим по карте, что это выход на точку А с раскидкой от одного игрока. А так Сирата вместе со Смоком и Молотовым. Через подсадочку постараются отжать позиции центр-карты. Но как раз-таки у Ховрайзерс в этом раунде здесь укрепление. И пройти его будет очень-очень сложно. Ну, Ангел тут будет на стрельбой играть. У него там еще есть агрессивная позиция в виде Хоббита. Ну, в общем-то, можно идти обратно. Выпустили только что игроков атаки на точку А. Отдавался этот плент. Можно идти на ретейк. Бомба была поставлена. И тут важно сыграть вместе сейчас игрокам защиты. Тем более у них так много гранат. Сейчас все будет гореть там в этом пленте. Так, поторопился Хоббит. Попытка захода в спину провалилась. Эйбл с дегла выключает игрока команды Ховрайзерс. Что же дальше? Там летит Молотов на погрузчик. Не может дальше продвигаться у нас Ангел. Но Воксик страхует. Забирает Эйбл Джей. Там еще один игрок будет на мейне. В итоге ликвидация Юрия успешна. Винни разменялся к Сирата. Дальше не прошел. Винни там так жгли, на самом деле, на этом пленте, что он не имел уже другого шанса, как просто выйти на эту перестрелку и, возможно, кого-то еще с собой забрать. Потеряли Дэдфокса, потеряли Хоббита. Но провели очень хорошие ретейки игроки защиты. Да, действительно, ставим галочку. Ретейки в исполнении Ховрайзерс присутствуют на карте кэш. 7-4. Раунд до победы в первой половине. Ну и, кстати, вот знаешь, если HR продолжит в том же духе, действительно можно зацепиться за очень комфортный счет именно в первой половине. Так и есть. Тут можно вообще, в принципе, довести дело до конца. Забрать абсолютно все раунды, которые остались. И выйти на 11-4. Есть АВП уже от Арта. Юрий получил под себя хае, там минус 15. Воксик в итоге выигрывает дуэль на B. То есть я думал, что на центр пошел, но нет. Играет на своей излюбленной позиции. Ну и, в общем-то, можно дальше не воевать. Там на центре, там один Хоббит в коннекторе, только на чек играет. И тут уже вопрос команди Фурия. Как играть в меньшинстве? После потери Эйбла это еще было на Бена, на которое дальше никто не пошел. Смотри, кстати, Воксик продолжает актрисировать под базой БР. Забыл информацию, что там нет никого. И это действительно хорошие новости для Хелл Рейзерс. Главное не ошибаться на пункте. Шаги от провала бы Лиса. Вот еще один микро-стрейф, и он бы попал на прицел карту. Ну, Арт вынужден идти дальше. Тут выпад от Ангела. Вроде как Арт должен был попадать, но нет. Юрий в итоге играет в размен против вражеского капитана. 3 в 4 ситуация. Но вот еще отмечается одна позиция на центре. Там вышел Винни, который может зайти кому-то в спину. С другой стороны Иса, да, на глади еще живет. А Воксик, который... А, он сменил девайс. Он выбросил снайперскую винтовку, подобрал АК-47 и движется в направлении спины игроков Урии Спорт. Иса... Ой, какой спрей! В итоге одного Воксера-то забирает, но падает от Юри. Бомба будет поставлена. Игрок в мейне находится в защите. Это Воксик. Только сейчас вышел. В итоге Хобби тоже задергал. Винни отвечает. И... Дэд Фокс Сауга перестреливает противника. Да и не та позиция там была, будем честны. Знаешь, это была принципиальная перестрелка СГшка против Сауга. И Дэд Фокс Саугом ее выиграл. Не дали поставить Борозильцам бомбу, а это те самые хорошие новости для Хоу Рейзерс. Да, начинали фурия со здравия, на самом деле, на этой половине. Вот у меня даже были такие мысли о том, что вот неужели... У них, кстати, такой истории, то, что они проигрывали первую карту в Бесту 3, не было. То есть у них было постоянно такое, что они выигрывают, потом проигрывают, и на третьей показывают уже все свои силы. Кстати, Саш, вспомню теорию о том, что мы говорили. Точно так же, как на карте Инферно, камбэк в Рейзерс начался со взятого форсированного бая. Ну да, здесь... Проиграли форсу и посыпались. Да, много неприятных моментов. Мы еще вспоминаем тот самый матч БиАГ против Спирит, где и одна, и вторая команда брала там и форсы какие-то, и просто эко там было полное от защиты, которая принималась на Б. В общем-то, эту карту мы еще запомним. Будем вообще, в принципе, помнить долго. Мы смотрим 13-й раунд. Это снайперская винтовка Воксика, которая отправляется, как всегда, на точку Б, готова принимать. Там смоком закрывается атака от Фурии. Эйбл уже подходит, и там уже есть один засланный казачок через вентили действующий. Но нет, Арт не справляется с одним. Воксик забирает второго. Ну и здесь уже захлебывается атака. Почему? Потому что слишком далеко находился трио. Этот выход. Хоббит в итоге закрывает Сирата. Юрий тоже падает. Винни попадает под спрей Дэдфокса на девятке. Закрыта база Б. А Шеры отыграли великолепно в этом моменте. Два первых минуса от снайпера. Дальше Хэлфау успел стянуться на помощь, и уже в огромном большинстве Хэлл Рейзерс добивали остатки Фурии Спортс. Начитаю. Ты знаешь, вот интересная фраза была от уха в аналитике. То, что вот смотрят через стены у нас ребята из команды Хэлл Рейзерс, это говорит о том, что просто читают противника, они понимают, как бразильцы будут передвигаться по карте, где их нужно и как, самое главное, нужно встречать вообще на любом кулачке карты Дэкэш. Ну вот самый показательный момент, это ситуация 3 в 4, когда Шеры находились на базе уже втроем, а Фурия продолжала верить, что, наверное, там еще нет никого. Ой, оба слепые. В итоге слепой Хоббит убивает слепого Арта. Ну ты знаешь, тут была такая ошибка, то, что не должен был игрок атаки так быстро выходить, нужно было дождаться взрыва флешки. И поджим от Воксика. Ну тут уже такие активности наказываются. С другой стороны флешок от Эйбл Джая, который попадает под спрей. Дэд Фокса Винни тут как тут. 3 в 3 ситуация. Откидка Молотова и Смока неплохая. Хоббит на размен должен выйти. Есть ли там еще Смок? Да. Сирата в спине. Его услышали, но он умудрился сделать минус. Кирилл красиво забрал Иса на размене. 2 в 2. Минута времени в распоряжении Фури Спорт. И вот здесь торопиться точно не стоит. Кстати, вот Юрий смотрит девятку, хотя нужно было в Смок посмотреть сейчас. Почему? Потому что очень часто врываются именно из-за эту позицию игроки защиты, которые хотят вырубить эту перетяжку бомбы. Но нет. На девятке тоже никто не показался. Юрий отправляется ближе к коннектору. И мы ждем девяти и просвета. Винни на точке получает Хе под себя. Хоббит красный, напоминаю. Юрий тоже возвращается. Это вера в то, что оба игрока будут идти по одной линии. Ну и должна его снайперская винтовка тоже сработать. Защита воспользовалась Молотовым. Вырыва через Сити. Юрий забирает одного Иса. Падает. Ну и Хоббиту тоже очень мало шансов. Он забирает одного. В итоге ситуация 1 на 1. Юрий поменял свой девайс. Он с Калашом. Хоббит пытается его дергать. А тут сюрприз. Да, Юрия так просто нельзя. Смена девайса. АК 47-й, который ставит точку в этом раунде. 9-5. Последний в первой половине. Что у Ашера по закупке. Ну вроде бы проблем быть не должно. Там с помощью дропов. Должны получить идеальный сетап по девайсам. Ну и опять-таки же осталось только грамотно их реализовать. Ну и большинство стволов команды Фурия направлены на точку Б. Судя по всему туда же отправляется бомба. А тут будет какая-то ранняя раскидка на центре. Дэдфокс получает под себя Молотов. Неприятно. Но не было простилов. Не было выхода с буста. Это самое главное. Но Хоббит, если бы какие-то были бы активные моменты от атаки, поддержал бы. Так, Дэдфокс уже в вентилях. Под ним находится Арт СВП. Он, кстати, должен слышать зум своего соперника. Видит прицел. Привет, Арт. Ты доигрался. Еще один минус. Как же отрабатывает Дэдфокс в этом моменте? Я думал, что Фурия... Да, вот смотри, Хоббит забирает уже подсадку. Тут должен быть в целом рабочий раунд для команды HellRaisers. Но я подумал о том, что сейчас будет выход под вентиль, но при этом зум будет щелкать, чтобы забайтить выход вентиля. И второй игрок атаки заметит это все дело и забьет, в общем-то, там, эту вентиляцию. Но нет, не получается в итоге так. Спускается Дэдфокс, одного-второго забирает. 19 хп в итоге у него остается. И до размена дело так и не дошло. Хотя центр выходил, но тут, как тут, оказался тоже Абай Хосенов на месте в сэндвиче. Видни. Иксера, это 2-5 ситуация. Попытка выхода дальнейшего на точку Б. Но тут защита, конечно, готова во все оружие принимать. Ну, отошли парни на безопасные позиции. При этом Абай уже находится в винтах. Под флешку тиммейтов попытался сделать минус, но нет, Винни отвечает. Это интересно было, но Дэдфокс уже с авика. Понятно, что умеет обращаться с этим орудием. Ну и Воксик вместе с ним тоже подходит. И попадание Поксирата 10 на табло у восставших из ада. Ну, знаешь, после переломного момента сложилось впечатление, что Ашеры вот все раунды, которые хотели забрать, забрали. Вот предыдущие, которые проиграли, это была, ну, где-то не до конца оправданная агрессия на базе боя. Воксик с пистолетом, без снайперской винтовки, решил идти поджимать. И за это был наказан. В итоге Ашеры раунд проиграли. Да, напоминаю нашим зрителям о том, что это третий четверть финала We Play. Лак и Лоуд, с вами Страйки и Энканис. И, кстати, Юра, вот такой момент, что у нас команды, которые выходили из группы, пока проигрывают. Что поделаешь? Да, действительно, все сейные команды на этот момент являются фаворитами и не просто так. Не на бумаге, а на деле уже двое из них доказали. Это команда Optic Gaming, это, конечно же, кто у нас был предыдущий. А, кстати, кстати, Спириты. Что? Проиграли BIG. Проиграли BIG. Я так и сказать, так. Ну, у нас, понимаешь, вот вроде как проигрывают сейчас игроки, команды, которые участвовали в групповой стадии. Но они имели реальные шансы. Есть шансы, да. То есть Virtus.pro, хоть и проиграли 0-2, но как они вообще и первую карту там закрывали неплохо, на первой половине в итоге отдавали камбэк. Вторая тоже такая же почти. И, ну, потом Спириты, это был триллер на три карты. Ребята, посмотрите у нас на YouTube-канале We Play CSGO. Заходите. Все записи, все видео, постпродакшн. Много контента, который вы должны посмотреть и подписаться на данный канал. 16-й раунд начинается. Кстати, третья серия Best of 3 выглядит очень интересно. Первая карта закончилась в упорной борьбе, и такого же мы ожидаем от Fury во второй половине на кэше. Ведь это их выбор, и надо показывать действительно хороший диффенс, дабы забирать третью, точнее вторую, и сводить все на третью решающую. Велосипед не будем придумывать, сообщает команда HellRaisers. Это будет просто выход на точку под один смок под молотов. И Дэдфокс уже раскидал эти гранаты. А Винни показал себя. О, Винни! Спокойно. Так, будет еще один выход, комбет наказывая за это. Ну и Дэдфокс расправляется с Эйбл Джей. Ой, как это было обидно, потому что заходил в спину только что игрок контур-террористов. Юрий тоже будет там же, но слишком много времени уже тратит. А Дэдфокс должен еще и проверять эту позицию. Кто кого? Кстати, вот грамотно отыгрывая Дэдфокс, зачекал основного стрелка команды Фурия Спортс и не стал навязывать перестрелку. Просто отошел и... Ну вот, надо жить. Надо жить. И вот каждая секунда это действительно то, что поможет HellRaisers зацепиться за победу в этом раунде. Хоббит в итоге закрыт. Посмотри в этом углу. С двух сторон сейчас будут занимать эту позицию. Сирата в итоге забирает одного. Юрий щелкает Иису. Как же так? В итоге Воксик последний. Такая сынца. Поехали крутиться. Получается, в итоге Воксик погибает от Сирата. Но какой ретейк, Юрий? Как это вообще произошло? Учитывая то, что блайн-фа по спине. Блайн-фа то, что будет и машина тоже выходить, потому что это дефолт. Ну и HellRaisers в очередной раз немного, но неприятно удивляют. То, что такой пистолетный раунд отдают. Знаешь, обычно мы ругаем команды, которые слишком агрессивно действуют при удержании пункта. В этой ситуации у Ашеров было большинство и играли парни слишком пассивно. Например, тот же Дэдфокс, который получил информацию о поджимающем Юрия в спину, но не получил необходимой ему поддержки. Да, то есть могли бы хотя бы вдвоем там выйти, но дело в том, что видимо с машины там уже активно душили соперники и побоялся тот же Хоббит, например, выйти с угла там на погрузчике и помочь Мейну, например. Того же Хоббита бросили на произвол судьбы. Да, то есть каждый там сыграл по одному. И тут, конечно, нужно еще поработать над определенными такими моментами команды HellRaisers. Потеряли уже, кстати, Дэдфокса в этом раунде. Это был фраг для Юрия, довольно простой. Аук уже в деле. Чем же закончится этот раунд? Ну, Ашеры опять-таки же не стали акцентировать абсолютно все внимание на раунд после поражения в пистолетном. Они попытаются навредить экономике соперника, а уже в следующем у них будет полноценный оружейный бай. Юрий. Понимая то, что под флешку можно воевать там на центре, полетела неплохая, Воксика закрывает. Но Иса тем временем подбирается под вентиль и... Вау. Классный выстрел. Четко в полете свавил Юрия, не дал тому приземлиться, но девайс подобрать будет невероятно сложно. Да, тут еще агрессивные такие выпады будут от Винни и его тиммейта. В итоге это размен. Ангела потеряли, Ксерата вступает в перестелку с Исой, выигрывает ее. Хоббит. Последний. И тут, конечно, все просто под флешку Винни закрывает. Раунд для команды Фурия уже седьмой. И это будет бай от атаки. И должны там Ангелы и компания уже поразмыслить, как стоит правильно атаковать своего соперника, как стоит его удивить. Ну знаешь, то, чего хотели добиться Ашеры в прошлом экономическом раунде, они добились два минуса, кстати, два выбитых девайса. И закрупочка Фурии в этом раунде выглядит не так хорошо, как хотелось бы. И если они его проиграют, то в следующем будет экономический. Самое главное, что Ауги на руках, да, там Фамасы свои тоже могут отыграть на своих позициях, Арт вместе с Винни, я имею в виду. Опасаются врыва тут Ангел на мейн, это будет только хаешки. Тайминговая, да, хае под Ангела, 67 хп. Ну, самое главное, что он вовремя спрыгнул с этого ящика, то есть вперед, и там от второй хае не так уж и много урона получил. Это называется опыт. Кирилл Карасев понимал, как правильно действовать в этой ситуации, мог получить две хаешки, вместо этого скушал дэмэдж только от одной, вторая зацепила самую малость. Будет раскидка от Иссы, судя по всему, есть у него молотов на вентиле, и это, возможно, почва для выхода через центр для команды HellRaisers. А за эту позицию отвечает только один Ксерата, и то он не будет воевать, как только увидит соперника, то уже или отойдет, или будет ждать поддержки. Какая-то флешка может будет залететь через хаевой. Так, аэшечка под ноги Дэдфоксу, немного не долетела, всего-то она всего минус 18% здоровья. Ну что, ашеры создали иллюзию занятия центра карты, при этом, кстати, это сделали. Ой-ой, опасно. Какая флешка. Вентиль играет или нет под них? Нет, нет, нет. Эта позиция в итоге захватывается командой восставших из ада. Дальше выход на Юрий. Должен убивать кого-то еще или нет? Исса на размен спускается. Нет, тут задергали со всех сторон. Было сложно. Юрия. Ну что, теперь все в руках Сирата. Есть первый минус. Воксика забрал. Будет второй. Сирата хоронит еще и Иссу. Два в три. Ой-ой, там еще девятку как-то нужно пройти Хоббит. В итоге замечает одного, второго тоже на девятке. Спрей не залетает против Вини, но 13 хп в итоге остается у него. И против только Кирилл Карасев. Сверхопытный боец команды Hellraiser на 25 хп. Он на планете поставит эту бомбу, но как сыграть против еще фулового арта, заходящего в спину? Никак. Да, тайминги не на стороне Кирилла. Капитан команды Hellraiser, конечно же, пытался спасти этот раунд, но опять-таки же... Позиционное преимущество было на стороне бразильцев, которое они великолепно реализовали. Но только что Сирата показал, за что все-таки некоторые проигроки хейтят АУК. Вот это постоянная игра с зумом, коллиматором этим своим. И выходы от одного угла, от второго он ожидал, конечно, и очень круто перестреливал. Конечно, калаш в такой ситуации спасается только в том случае, если выходит и жестко с одной ставит, с трейфом каким-то. Иначе никак вообще. Заход был, опять-таки же, на плент в ситуации 1 в 4. И Ксирата при этом делает два минуса. Итак, по-прежнему есть деньги у Hellraiser за счет установленной бомбы. Ашеры повторно закупаются. 5 АК 47-х. Дефицит гранат и что-то коварное придумали наши парни. Это выход с двери. Но там подсадка на шрауда. Будет уже. 3-1. Винни должен спускаться. Да, тут, кстати, будет очень сложно выходить ребятам, но пошла раскидка. Винни заболевает одного Иса, играет на размене. Вот она подсадка. Арт нужен еще хотя бы один фраг. Ну и получается убить бокса. Как же круто. Иса там перестеливает. Нет, не перестреливает в итоге Арта. Как это вообще вышло у него там выжить, еще менять свои девайсы, чтобы не перезаряжаться. Видел, как по стаилю он четко смещался по этому ящику. Вот пытался его выцелить второй выходящий из двери, а вот третий почему-то туда внимания не обратил. В итоге Хоббит последний. 1 в 4. Закрыт со всех сторон. И обае остается жить считанные секунды. Да, тут уже Ксирата в спине был все это время. Хотя он верил в то, что находится последний оппонент в сэндвиче, но сам свою спину показал Абай. И вот она проблема по экономике у команды Кирилла Карасева. Нужно покупать форс, пистолеты, арморы. В общем-то на следующий раунд будут калаши в любом случае. Тут прозаичное решение должно быть. Пауза от тренера команды Хэврейзерса Амиран берет бразды правления в свои руки. Ребята, а-та-та-та-та-та-та-та. У вас было преимущество. Вы его проигрывали раз за разом. Вы выходили на эти ауги, да к черту ауги. Смотрите в другое совсем направление. То, что вы сейчас выходили, например, на точку А. На первых парах у вас был неплохой размин, но как вы не убили этого арта. Вот на этой подсадке. Он сделал столько позитива для своей команды. Но сам в итоге он и выиграл этот раунд. Коэффициенты от ES.bet. И тут уже можно поймать что-то, наверное, на Хэврейзерс или нет? Фурия настолько убедительно смотрится в защите, что даже ES.bet пересмотрел свои взгляды на фаворита карты кэш. Ведь изначально, вот до старта матча, ашеры были минимально впереди. А здесь Фурия уже с отрывом где-то, ну, 60 на 40. Ну, все же есть преимущество по счету у нас у команды Хэврейзерс. Ну, экономический раунд. Одно очко, да. Ну, это полуфорс. Понятно, там пистолеты некоторые, даже арморы появляются. Например, у ES есть каска, раскидка. И в итоге эти гранаты уже готовы лететь на базу А. Кстати, это самый страшный момент для Фурии Спортс. Мы неоднократно отмечали, что именно после форсированных закупок, которые ашеры забирали, камбэк Хэврейзерс начинался. И вот Фурии сейчас надо отыграть на 200% и постараться не проиграть. Да, там на самом деле укрепление Б у команды Фурия. Только одного оставили в итоге на точке А. Сейчас Арт пытается простеливать. Это стена смоков. Тоже интересно то, что не использовали данную позицию у нас ребята из команды Хэврейзерс. Досели. Арт, так неплохо. Выход на НБК. Винни, спрей. Это минус бомба. Да. Арт закрывает Ангела. В итоге за смоком там еще один находится в мейне. Должен выйти последний хоббит на хэдшот от Арта. И это у нас что? Минус 3, минус 2. А Винни со своим тиммейтом все вопросы порешали. Молодцы. Да, уж на двоих расписали команду Хэврейзерс. 16-3-15. Так выглядит статистика капитана команды Фурия Спортс. И именно он потеет во второй половине на карте КС. Самое главное то, что без АВП у него это получается сделать. То есть это автоматика, это подсадки, это действительно очень коварные действия, которые приводят к тому, что его команда уже возвращается на эту карту. И возможно мы увидим третью. Но пока рано еще судить. Воксик ловит Винни. Ай-яй-яй. Это было очень больно. Воксик на первом респауне играл тоже активно, потому что если бы это была флешка, например. Да и позиция Воксика была не такой уж стандартной. Он пробежал немного вперед и Винни не рассчитывал, что вот так открыто будет выглядеть его чек с прыжка. Это карт минус, Хоббита забрал, это 4 в 4. Это был поджим точки Б, там можно вообще одного оставлять или всем перетягиваться на точку А. Молниеносный выход от команды Холл Рейзер. Сейчас должен быть смок под себя от Иса, молота будет на погрузчик. Там находится только один Сирата. Перетяжка там полная просто, но еще минута есть. Можно даже отойти, не спешить играть по этой А точке, потому что вы уже потеряли тайминги. Так, что делает Воксик? Точнее Иса. Ой-ой-ой, пытается найти кого-то в смоке. Еще один смок на просвет, там два игрока на погрузчике. Что? Неразбериха какая-то вообще происходит на НВК УБТ Эйбл Джея. Да, получается в итоге минус Сирата. Дэд Фокс проходится по Юре, последний арт. И он на холодильнике здесь, понятно, будет полностью заморожен. Нужно выходить. И Воксик к этому готов. Он даже не ставил бомбу. Он знал, как сыграть последний боец Фурия. 11-10. Ну, знаешь, вот, наверное, в таких моментах отличие Хеврейзерс от Фурии Спортс. Вот, опять-таки же, беру в пример тот раунд, когда Фурия сделала минус, когда на хайвее Абая забрал Ксирата. Ситуация 4 в 3. И то, как быстро сорвались. То есть, вот, бразильский импульс, горячие парни, они сделали минус, они раздобыли большинство и просто побежали. А Шеры до последнего контролировали абсолютно все позиции, с которых могла их атаковать Фурия Спортс в прошлом раунде. Активности на точке Б у нас будут продолжаться в этой ситуации. Юрий должен давать минус. Ни в коем случае нельзя пропускать своему тиммейту на точку Б. Какая флешка полетела неплохая, но при этом Юрий тоже под нее не выходит. Хаи! Оу! Как он выжил! Минус 9% здоровья, хотя Хаи взорвалась прямо под ним. Хоббит проходит дальше. На планете находится Юрий. Все-таки минус от него залетает. 5 на 4. Должна быть перетяжка. Нолик там играет. Кто это у нас? Эйбл Джейк, который под скучку должен врываться. Или нет? Получится там Дэйд Фокса. Красный в итоге остается 2 хп. Там 2 игрока через бок тоже и пока что не прошли. Винни! Зажигает красного Дэйд Фокса. Эйбл на планете забирает Ису. Нет, размена. Атака должна просыпаться. Выход через центр. Ангел забирает Сирата. Бомба где? Бомба на руках у Фоксика. Он забирает девятку. Винни все-таки слишком активно сыграл. Можно перетягиваться обратно на точку. Что творится в этом раунде? Арт Эйбл. Кстати, вот как живет Эйбл до... Вот я не знаю. Этого человека должны были забрать секунд 20-30 назад. Но он по-прежнему жив. И самое интересное, он не потерял ни капли здоровья. Это какая-то жесть. Должна быть перетяжка. Понимают ребята то, что времени там хватало, чтобы перейти. А бомба уже стоит. И там как раз таки и под мейн, и под выходы. Там неплохо центр. Воксик в итоге контролирует выходы на хайвей. Там находится один боец. И Эйбл Джей нельзя проигрывать эту перестелку. И все-таки он выползает на Воксика. Тот щелкает его без шансов. Последний снайпер. Арт. Нужно идти на сейв. Почему? Потому что денег нет. Да, и кстати, Ахерты понимают промах от Арта. Вот тот самый момент. Показательный момент, почему Арту не стоит брать АВП. Вот в простейшей ситуации промахнулся. Да, она кардинально не влияла на исход этого раунда. Но вот именно уверенность и действие снайпера. До этого были промахи на АВП-ленте. Как тебе вообще этот фраг, который на Ксирата поставил Ангел? Да, это было круто. Это было реально круто. Причем выходит против тебя соперник под шифтом. То есть есть абсолютно все шансы забрать его. Но Ксирата не справляется в такой важной ситуации. Потом Ангел заходит в коннектор и командует своей команде то, что нужно просто идти обратно на точку. А там была поставлена бомба. И все стало закрыто для команды Фурия. Они сейчас вынуждены играть только с пистолетами. И это только там Дигл на руках у одного, у второго. И один уже поет. Арт забирает в итоге ИСу. Хороший минус. С Диглом работает капитан команды. Опять-таки же это гораздо лучше, чем АВП. По поводу перестрелки Кирилла Карасева в прошлом раунде. Знаешь, тут, наверное, решил калибр патрона. 5.56 и калибр АК-47. Это немного разное. Ну и плюс реакция. Потому что ты должен очень быстро среагировать и сразу в голову попасть. Потому что еще один патрон и ты не жилец. Так, у нас интересная позиция от Ангела. Замечает он соперника на кваде. Но опять же, это пистолеты, которым очень сложно будет мансовать. Вот это баскетбольная. Там просто снесло парочку игроков команды Fury Sports. Арта потеряли. При этом Винни остается красный. Есть подсадка на красный. И ты смотри на этого Кирилла. Юрий чекает его. Тут было бы неплохо вообще отойти и заработать себе минус. Да, получается убить Юрий. Как же четко отмораживается к Серата. Есть минус. Карасева забрал. 3 в 3. 3 в 3, но при этом еще красный. Воксик с АВП. 23 хп. Нужно уже выходить. Вот он Винни с Диглом. Неужели такая команда? Хеллорейзер сможет отдать 30 секунд до конца этого раунда. И оба игрока в мейне. Они понимают, что на АПВНТе огромное количество игроков Fury Sports, но продолжают идти именно в этом направлении. Еще на хае. Винни в итоге отлетает от нее. Там просто осколки забирают его. На машине тоже замечают одного Эйбла. Где второй игрок он будет обходить? Скорее всего нет. Так, Серата получает дым под ноги. Ну вот теперь все должно быть хорошо. 10 секунд до конца. Бомба будет установлена. Да, Хоббит прикрыл. Браво, Хоббит. Как это было опасно. Да, последний Эйбл будет стараться воевать до конца. Последний капли крови. И Хоббит высосал эту всю кровь из него просто здесь. 13-10. Да уж, на краже действовал Абай. Не побоялся выйти в дым и перестрелять в открытом поле последнего игрока Fury Sports. Очень сложный раунд. Три дефлотных пистолета, два Эйбла. Без арморов. И такой пот. На самом деле Ангел тут так долго жил. Да, понятно, что Серата потом его забрал. Хотя сам брасилиц тоже находился в очень агрессивной позиции. Но вот Хоббит прикрыл свой тиммейт. А на шестой секунде сделал этот фраг. Если бы не он, то раунд бы уже проиграли. 13-10. Есть два ВП от команды Fury. И такой вот выход от Юрии. Боксик был готов. Да уж. Остановил агрессию игрока Fury Sports. Снайпер команды Hellraiser. Но опять-таки же в большинстве вопрос техники. Поджим мейном. Вот должны поджимать хоть что-то ребята из Fury. Потому что потеряли одного бойца. Эйбл тоже в центре. Он сейчас просто вбивает клин между атакой команды Hellraiser. И возможно перетяжка будет не такая уж и простая. Эйбл. Так нельзя было ошибаться. Какой ужас. Хобби забирает Эйбл. Но при этом остается красный. Уже 3-5. Знаешь, где... Воксик. Воксик смурфит просто сейчас. Это вакейшн. Это смурф Воксик, который просто зашел поиграть матчмейкинг. Ну, в этом раунде, я имею в виду, все очень просто. Кстати, Воксик, ты знаешь, точно так же уверенно действует и на ФПЛ. Да. Поэтому разницы нет никакой. 2 в 5 ситуация. Арт со снайперской винтовкой. Винни с Аугом против пятерки игроков команды Hellraiser. Ну, тут просто идеально. Да. Идеальная игра от команды восставших из ада, которая должна, которая уже видит себя в полуфинале. We play luck and load. И вот они, фраги. В общем-то, Эйбл Джей должен был забирать Хоббита и уходить обратно на центр. Но вот Воксик здесь, конечно, не контрится. Мое уважение. Да, просто браво. Просто браво турецкому снайперу команды HR. Ну что же, один из последних раундов на карте кэша. Только пистолеты в руках. Фурия Спортс. Три ЦЗшки, два Дигва. Есть три дыма и одна флешка. Но Аферы в этом раунде действуют агрессивно. И эта агрессия приносит результат. Ну, пружой тоже был никуда от Серата. На самом деле, это облегчило вообще задачу капитану Кириллу. Он просто вышел, попал в голову летящему противнику. Было ощущение, что он пропрыгивал прострелы. Возможно. Тут контролятся также выходы через вентили. Все, горело. Арт в итоге попадает под эту бутылку. 5 на 3 ситуация. Юрий, Винни и Эбл. Они находятся слишком далеко друг от друга. То есть один отвечает за точку Б. Это Юрий, который на ящике там находится. Второй на НБК. Винни, ну, Эйбл пытается разорваться просто между этими плентами. Так, ну вот, знаешь, раздобыв два первых минуса, Ашеры особо не торопятся, понимая, что инициатива именно в их руках. И зачем допускать ошибки при этой спешке? Они ждут действительно каких-то агрессивных действий от Фурии Спортс и постепенно продвигаются к одному из плентов. Нет пока что экшена под точкой Б, но бомба стягивается, посмотри. Все же будет выход по данному направлению. Воксик все еще в вентилях. Под ним Эйбл Джей. Вот, кстати, дари снайперскую винтовку нельзя ни в коем случае. Я не понимаю, там было очень опасно. Юрий в итоге забирает Воксика, но размен тут как тут от Дэдфокса. Все четко. Отработали, да. Юрий был со всех сторон. Даже после этого минуса шансов подобрать снайперскую винтовку у него не было. Матч. Пойнт. 15-10. Их целых 5, Саш. А денег у Фури Спортс? Ну, вроде бы достаточно. Арт покупает себе все же снайперскую винтовку. Знаешь, у него все получалось с автоматическим оружием. И как только он начал делать акцент на ВП, в этот момент Ашеры преобразились и начали набирать раунды в атаке. С одной стороны, да. Он начинает делать акценты на снайперскую винтовку. С другой стороны, акценты тоже поменялись у команды Холлорайзерс. То есть они не так часто стали выходить быстро на точку А. И стали более там размеренно действовать и под Б. И на центре тоже появлялись какие-то действия изначально там через буст. Так что, да, это все как вот в одном пакете идет. И как раз таки, если вот заглянуть в этот пакет, понятно, что 15-10 это счет оправдан полностью. То есть тут Холлорайзерс должны закрывать противника. Просто все же Фури ошибается намного больше. Арт был мобилен с Эмкой в руках или с Аугом. Он просто передвигался по всей карте, пытался быть максимально полезен. И у него это получалось. Вспомни, три минуты с подсадки. Просто шикарно отыгранный момент. И именно благодаря работе капитана Фурия Спорт забрала, если не ошибаюсь, 10-й раунд. Но пока сидит вообще на этом 10-м раунде. Два игрока уже в мейне. Просрелы от Дэд Фокса. Возможные контрподсадки от защиты. Один игрок, это Иса, будет через скрип уже действовать. Арт на перетяжке. Ну и такое ощущение, что команда Холлорайзерс хочет просто поставить жирную точку на базе А в этом матче. Хотя еще есть возможности на перетяжке. Особенно учитывая то, что Ису только что потеряли. Отличная реакция была от Арта. Но вот Ангел под шумок врывается, забирает противника на NVK. Хотя сам остается красный. Знаешь, это те самые ключевые решения, которые умеет принимать Кирилл Карасев. Он четко понимал, когда и как надо выйти. Второй минус делает Ангел. Это минус Арт. При этом у Кирилла было всего-то навсего 3% здоровья. Вообще в такой ситуации снайперу нельзя идти на девятку. Ну ладно, это слишком уж агрессивно было. И возможно эта агрессия была направлена на то, чтобы хотя бы Ангела забрать. А потом уже сыграть в 3 на 3 ситуации. Бомба поставлена. Это ретейк. Эйбл закрывает Ангела. Я так понимаю, что под ним был молотов. Дэдфокс не горит в этой ситуации. Тоже интересно. Выходы от Фурии. Мы ждем. Флажка уже полетела. Дэдфокс не слепой. Ксирата заходит в этот смок. Уже Анетта Фолти будет скоро. Эйбл падает. Бантап и у Дэдфокса в итоге последний падает еще и Ксирата. Хоббит закрывает его. 16-10. Это 2-0. Пользу команды Hellraiser, которая проходит в полуфинал. Ви плей Лакенло.